Вы знаете, сегодня ночью, когда ожидал результата в голосовании, размышлял, кто же у нас победит. И в результате небольшого размышления я понял, что должен победить Зеленский. А знаете почему? Вот смотрите, сайт нашего горсовета, особенно его шапка какая? Зеленая. А бренд нашего города какой? Вспоминайте. Зеленый. А эмблема нашего нового фестиваля, Golden Fest, она же не золотая. Она тоже зеленая. А поле, наше футбольное поле, в течение ближайших двух дней расцвело и стало очень зеленым. А вокруг нас зеленый лес. Так что результаты выборов в Словодичи вполне ожидаемые. Итак, предварительные итоги выборов в Словодичи. На первом месте Зеленский, 4387 голосов, что составило 37,55%. На втором месте Бойко, 1850 Словодичан, проголосовало за него, что составило 15,8%. На третьем месте Порошенко, 1427 человек, проголосовало за него, что составило 12,2%. За Тимошенко, которая расположилась на четвертом месте, проголосовало 1135 Словодичан, что составило 9,7%. На пятом месте Смешко, 800 голосов отдали ему Словодичане, что составило 6,8%. Гриценко получил в Словодичи 605 голосов, таким образом 5,2% Словодичан верят нему. Лешко, 459 голосов, что составило 3,9%. Вилкул, 450 голосов Словодичан получил, что составило 3,9%. Вот такие результаты. И еще раз напомним вам о том, какие результаты получил наш входной экзит-пол. Его мы проводили за 50 часов до дня выборов в четверг. Итак, с точки зрения 70 опрошенных Словодичан, на первом месте у нас должен быть Зеленский, 50%. На втором угадали Бойко, 7,5%. А третье место разделили трое. Гриценко, Вилку и Смешко, все по 5%. А вот шестое и седьмое место, по прогнозам Словодича, должны были занять Порошенко и Тимошенко по 4%. На вопрос, какая пара выйдет в финал, то есть во второй круг, Словодичане ответили так. 36% думали, что будет соревноваться Зеленский и Тимошенко. 17% думали, что сражаться будут Зеленский и Порошенко. И на третьем месте Тимошенко-Порошенко и Бойко-Порошенко по 4%.